Привет, друзья! Вы у меня на канале, который хоть и называется «Райская жизнь на Канарах», сегодня в моем видео речь пойдет о трагедии, которая случилась две недели назад в Валенте, потому что многие из вас спрашивали меня, что я обо всем этом думаю. И, наконец, я нашла момент проанализировать то, что я вижу в новостях, то, что нам предлагают средства массовой дезинформации, как я говорю, как ведет себя правительство. Я решила также в этом видео изложить свои умозаключения по поводу природных катаклизмов, которые в последнее время происходят не только в Испании. Поэтому всем, кому интересно, что на самом деле произошло в Валенте, пожалуйста, поставьте не только этому видео, но и мне лайк, если вы солидарны в тех идеях, которые приходят на ум всем здравомыслящим людям в последнее время. Представьте себе уютную испанскую деревушку, где все друг друга знают, где вечером от скуки, в общем-то, нечего делать, кроме как пить пиво, заедая сырком, орешками. Таких деревень в Испании тысячи. Горный красивый пейзаж, необычный для всех туристов ландшафт. На месте валенсианских деревень Чива, Пайпорта легко могли оказаться майоркинские Сойер, Вальдемоса или канарские Терор и Моган, в котором я сейчас, кстати, нахожусь. Песчано-глинистая почва, которая практически ничего не впитывает, и особенно перепады высот, которые только способствуют тому, что во время ливня скорость водяных потоков увеличивается. И водоотводные сооружения, которые как создались много десятилетий назад, так и не приводились в порядок. Вот вам, пожалуйста, классический пример водоотводного или вододренажного испанского канала, который был построен десятилетия назад и так и не приводился за все это время в порядок. Не расчищался от мусора, от разных объектов, которые могут помешать движению воды. А во многих из-за многолетней жары организованы чуть ли не рекреативные зоны, вот такие, которые вы видите позади меня. Это Гринвей, проект местного Могановского правительства. Аюнтамент Оде Маган здесь строит рекреативную зону для велосипедистов и для тех, кто любит хайкинг или синдерисму. То есть место вододренажного канала в этой горной деревне Маган сейчас строится досуговое место. Представьте себе валенсианские деревни, подобные, где все и всегда живут в режиме досуг и ни о чем не подозревают, когда вдруг начинается, казалось бы, обычный дождь. Вот такая вот тихая испанская глубинка, на которую обрушился природный катаклизм, которого никто не ждал. Потому что испанцы, вот надо пожить в этой стране, чтобы понять их менталитет, их инфантильный, я бы даже сказала, менталитет. Это, вы знаете, в большинстве своем, несмотря на возраст, несмотря, может быть, на 40, 50, а то и 60 лет, это непуганные дети. У них никогда не было войны, теперь не надо мне писать про гражданскую войну, про Франко. Мы говорим о поколении людей, проживающих сейчас в Испании. Это, вы знаете, такой тип мышления, когда люди ждут, когда им кто-то скажет, что нужно делать в той или иной ситуации. Это вот как было в эпоху коронавируса, когда все смотрели телевизор, когда людям говорили, что нужно сделать в чрезвычайных ситуациях, одеть ботинки, завязать шнурки, взять документы. Только другое дело, что в деле коронавируса была коммерческая жилка у правительства. У всех служб, у всех департаментов здесь, в Испании, политики нагрели на этом руку. До сих пор идут расследования многомиллионных махинаций, связанных с масками, потому что, я напомню, кто не жил и не отдыхал в Испании, маски после пандемии мы носили еще полтора года. Они были обязательны в общественном транспорте. Вся Европа летала в самолетах без масок, но испанские рейсы при входе на трап самолета вы должны были одевать эту тряпицу на лицо. И все это преподносилось населению, немногим возмущающимся людям, как забота о здоровье. Почему? Потому что была финансовая подоплека за этим. В деле с сильными дождями, с наводнением в Валенсии никто эту жилку не почувствовал. И она отсутствовала на самом деле. Сейчас, конечно, ситуация поменяется. Вы посмотрите, как будут разворачиваться события, какие вновь схемы придумают политики. Но на тот момент всем было начихать. Потому что Мансон, это знаете, как губернатор, например, в наших странах, он в тот вечер ужинал с молодой девушкой, журналисткой, предлагая ей возглавить местный канал телевидения. На связь он вышел, когда уже валенсианские деревни захлебывались буквально глиной. Санчес в тот момент с супругом гостил в Индии. Они наряжались в яркие наряды, над ними индусы носили яркие зонтики, распевались песни, распевались естественные алкогольные напитки, столы ломились от явств, в то время как у людей была просто адская ситуация. Когда валились с мосты, дома, когда гибли люди, у президента страны был праздник жизни. Какая там трагедия? Заявляется сейчас, на настоящий момент, что погибло около 200 людей. На самом деле, по подсчетам независимых экспертов, жертв может быть несколько раз больше, потому что в Испании сейчас наблюдается эпидемия одиночества. Очень многие люди живут одни, может, не говорим о бомжах. То есть этих людей, особенно в испанских глубинках, их никто не считает, потому что их никто не ищет. Что касаемо автомобильного парка, ситуация такая катастрофическая, что сейчас, я так думаю, что некоторые голливудские компании просто эти кадры используют для очередного фильма про апокалипсис. Более 120 тысяч машин пришли в негодность. В некоторых населенных пунктах не осталось ни одной пожарной машины, ни машины скорой помощи. То есть абсолютно не на чем передвигаться. И мало того, что все дороги, они просто заполнены до сих пор этими машинами, что затрудняет приезд тяжелой техники. То есть сначала эти завалы нужно разобрать и где-то складировать. Что сейчас анонсирует правительство? Какие меры помощи для людей, которые потеряли дома? Безусловно, будут компенсированы первоначальные расходы на какую-то одежду, на какую-то еду, потому что люди оказались в такой ситуации, что потеряли снова все. Вы знаете, это вот как на острове Ла Пальма 3 года назад. Кстати, к этому острову я в этом видео еще вернусь, расскажу, что все-таки во прошествии 3 лет происходит с жителями Ла Пальмы. Это, кстати, очень интересно. Не переключайтесь. Так вот, будет оказана поддержка тем, кто потерял жилье. И вы знаете, сейчас существуют такие спорные ситуации, когда, например, кто-то арендовал свой дом, квартиру, и, например, там проживала семья, которая потеряла мебель, естественно, элементарные вообще средства быта, это полотенце, это постельное белье, это одежду, абсолютно все. И сейчас неизвестно, кому вообще помогать. То есть, этим семьям, которые арендовали жилье, либо собственнику жилья, который это жилье потерял. То есть, вот такая вот противоречивая ситуация. Если мы вернемся к автомобильному парку, будет компенсировано 20% от рыночной стоимости автомобиля, который пострадал, который пришел в негодность. А если этому автомобилю исполнилось более 10 лет, то, по подсчетам экспертов, помощь всего лишь составит 500 евро. На самом деле, около 90% автомобильного парка в таких населенных пунктах, таких глухих испанских деревеньках, это автомобили, которым насчитывается более 10 лет. То есть, люди фактически ничего не получат, как вы понимаете. Для аграриев будет выделено аж 200 миллионов евро. Но почему-то ни в одном, ни в печатном издании, ни в электронном, ни в телевизионных новостях, вы не услышите, сколько было потеряно голов домашнего скота. Сколько захлебнулось глиной коров, коз, овец. Об этом умалчивается. Хотя на самом деле Валенция, все, кто живут в Испании, могут подтвердить, этот регион имеет очень сильный аграрный комплекс. Хочу в этом видео еще раз вернуться к теме жилья. Сейчас насчет квартирного вопроса в Испании, как вы можете видеть по новостям, люди и манифестуют, люди и бастуют. И идет какая-то классовая борьба, о которой я не устаю рассказывать в своих видео. Так вот, правительство обещает заморозить ипотечные выплаты на 12 месяцев. Естественно, речь идет о заморозке платежей за воду и за свет. Здесь в Испании нужно знать, что даже если вы не пользуетесь светом, вот, например, у вас есть собственность испанская, и вы уехали на 3 месяца путешествовать, либо вы вернулись в свою страну, потому что эту квартиру, апартаменты вы используете исключительно зимой, чтобы проводить холодные месяцы в лете. Так вот, даже если вы не пользуетесь электричеством, все равно фактуры вам приходят. Так вот, правительство обещает все эти платежи заморозить на год. Но потом, конечно, вам придется заплатить. Хотите вы это делать или не хотите? Можете или не можете? Тут уже другой вопрос. Так вот, если жилья было раньше недостаточно для всех желающих арендовать, то сейчас его будет еще меньше. Потому что параллельно с этой трагедией, которую освещают средства массовой информации, как я вам уже сказала, идет полемика насчет туристического жилья, насчет жилья, которое сдается вообще в Испании. Сейчас правительство хочет поднять налог на владение недвижимостью с 10% до 21%. То есть налог на тот объект недвижимости, который большинство людей сдают в аренду, будет увеличен ровно вдвое. Конечно же, многие люди перестанут сдавать, многие люди продадут эти квартиры. Таким образом, испанское правительство, оно никак не улучшит ситуацию с нехваткой жилья, с нехваткой квартир, а наоборот ухудшит его. Говорится о том, что будут введены в эксплуатацию, предложены пострадавшим, какие-то государственные квартиры, но на самом деле все это байки, все это сказки, потому что таких квартир нет. Для того, чтобы они появились, их нужно строить, о чем Санчес совершенно не обеспокоен. То, что он обещал, например, на пострадавшем острове Ла Пальма, когда произошло сильнейшее извержение вулкана, которое длилось 100 дней, я об этом, кстати, снимала целый цикл репортажей, до сих пор более 100 семей живут в контейнерах. На специально асфальтированной площадке, то есть надо понимать, да, в каких условиях живут целые семьи, семьи, состоящие не только из папы и мамы, но это еще и дети, бабушки и дедушки. Самое интересное то, что эти люди платят за то, что они проживают в этих контейнерах, 200 евро в месяц. Эти канарцы, они на протяжении трех лет проживая в контейнерах, они спокойно наблюдают, как на их канарский берег высаживаются сотни незаконных африканских мигрантов, которых расселяют по четырехзвездочным гостиницам с полным обеспечением, даже с выделением средств на личные нужды. Так вот, в Аленции сейчас прошли несколько манифестаций, и я думаю, что со временем люди все-таки устанут протестовать, устанут возмущаться, прежде всего тому, что никто не подал в отставку. Это вообще-то сейчас такая мода, да, в Испании, особенно при этом социал-коммунистическом правительстве, когда совершив любые махинации, считай, кражи государственных средств, в любом размере никто не уходит в отставку. Люди не просто одержатся за власть, они просто понимают, что эта власть предоставляет им возможность воровать в неограниченных количествах, им ничего за это не будет. Что еще происходит вот сейчас в Аленции, в валенсианских пострадавших деревнях, это то, что владельцы, собственники малого и среднего бизнеса, они буквально живут возле дверей их локалей, их помещений коммерческих, потому что происходят ежедневные кражи, взломы, особенно тех торговых точек, которые представляют из себя какую-то ценность, ювелирные магазины, магазины с бытовой техникой. Не во всех деревнях дежурит полиция, поэтому люди выходят из сложившегося положения вот своими силами, организуя патрули, дежуря возле своих лавок. В этих деревнях стоит невыносимый запах, потому что помимо трупов тех же мелких домашних животных, канализация не работает, надо еще учесть то, что Испания сейчас, хоть и она теплая и жаркая страна, но все равно речь идет об осени, с низкими ночными температурами. В Валенсии продолжают идти дожди в тех или иных регионах, в тех или иных зонах, то есть помимо низкой температуры, еще и влажность, она не уменьшается. И это, естественно, приводит к тому, что у людей начинаются диареи, будем называть вещи своими именами. К тому же власти дают не совсем четкие рекомендации по поводу питьевой воды. Стоит ее кипятить или все-таки не стоит? Как я вам уже сказала, испанцы, они как наивные деятели, ждут, когда им правительство даст четкую инструкцию. Даже никто и не думает без этой инструкции кипятить воду и мыть почаще руки. В конце этого видео я обобщу все, что я сказала, чтобы вы поняли, кто виноват и что с этим нужно делать. Любой человек, смотрящий мое видео, я думаю, он задумывается о том, что все эти катаклизмы происходят неспроста. Как может выпасть, например, в некоторых населенных пунктах 400-600 литров воды на 1 метр квадратный, когда в этих городках, деревнях суммарное количество осадков за год было всего лишь 200. То есть, вы понимаете, речь идет о том, что за несколько часов выпало несколько годовых норм. Так вот, чтобы вы знали, в Испании есть бои. Это официальный государственный документ типа закона, где черному по белому указано, что государство имеет право в случае необходимости влиять на климат и количество осадков в той или иной зоне. Несколько лет подряд вся Валенсия страдала от засухи. Постоянно по телевидению говорили о том, что водохранилище находится на минимуме, вводили ограничения на полив и усложняли жизнь аграриям. Все это привело к тому, что помидоры и клубника сейчас везутся с Марокко, апельсины с Африки. И все это часть агенды 2030. По-испански это называется ахенда бенти трента. И сейчас товаропотоки еще больше будут меняться. На рынок выйдет 100% Китай. И уже многим становится понятно, что Санчес выполняет почти что в открытую, не стесняясь, все директивы Евросоюза, которые явно идут не на пользу жителям Испании. Все это звенья одной цепи. Об этом говорят многие известные блогеры-опозиционеры, белые разводы на небе, отсутствие дождя, потом потопы, смывающие города, истребление местных аграриев и предпринимателей как класс. И если кто-то радуется за то, что разорился бружуй Пепе, торгующий колбасой и ребрами, и по делам этому Хосе, который зарабатывал миллионы на апельсинах и катался на Мерси, представьте себе мир, когда вы будете жить на пособия, считай подачки, потому что нет фабрик, нет заводов, нет работы, и вам будут говорить, что кушать и сколько. Это Агенда 2030, или по-испански Ахенда Бенти Трэнта. Вы мне можете спросить, ну и что же делать в этой ситуации? Я вам хочу сказать, нужно, во-первых, не быть равнодушными, читать, анализировать новости, не сидеть перед футбольными матчами, либо не смотреть турецкие сериалы, потому что ваша жизнь в ваших руках. Если вы будете понимать, что это звенья одной цепи, вы будете протестовать против оплаты всех услуг и всего на свете по картам, потому что по картам в будущем вас будут контролировать. Вы можете в магазине выбирать сейчас те продукты, которые покупать, и тем самым голосовать своими деньгами за локального поставщика, за тех, кто предлагает вам, может быть, дрожжевой хлеб или на сыворотке, а не индустриальный. Единственное, что нужно заплатить, на 5 центов дороже. Кроме этого, вы должны четко видеть виновных и понимать, что то, что происходит вокруг нас и с нами в том числе, все это направлено на сокращение земного населения. Я вас попрошу написать в комментариях то, что вы думаете на этот счет. Мне очень интересны ваши умозаключения, поэтому пишите, не стесняйтесь, я буду рада любому вашему отклику. А с вами была Екатерина. Всего хорошего и Астапронто! Продолжение следует...